Всем привет! И под прошлыми итогами недели вы сказали, что вы рады видеть Пушка даже больше, чем меня. Поэтому пусть у нас действительно будут мягкие игрушки в качестве фона на таких видосах. Но сегодня Пушок не один, у него есть Миша и Осьминожек, который может в миг разозлиться. Вот, пусть он пока что посидит не очень доволен. Дальше, у нас сегодня всего 7 новостей. Опять же, в закреп-комменте есть тайм-коды к этим новостям, если вам лень меня слушать. А также советую меня действительно ускорять хотя бы на 25%. Я прям переслушаю самого себя, очень приятно стало меня слушать. Прям вообще, и инфа четко говорится, и вроде бы много времени не отнимаю. Первая и главнейшая новость, которая произошла за неделю, это не про Виприна. Для РК самое главное, что произошло, это верификация Silent Circles. Нет, Дольфи не проверил этот уровень, а Зинвайр решил в крысу передать уровень еще нескольким игрокам. Только он, мало того, что передал просто этот левел в крысу, так он еще и испугался то, что фанаты Дольфи его будут хейтить. И сказал то, что Данил как бы остается верификатором, а те люди просто будут в него играть, чтобы если что, пройти быстрее. Типа, это же что это такое? Типа, даже если мы не будем называть это верификацией, это все равно верификация. Это буквально свободный вериф среди топ игроков. Хорошо, посмотрим, что будет дальше. Видео по этому поводу вы можете посмотреть на моем канале. У меня есть два видео, одно шуточное, одно не шуточное. Еще на втором канале вышло видео с ноуклип рано на Silent Circles. И информацию, которую я сейчас повторю. Silent Circles без нерфов сложнее с Accuping Circles. С нерфами, которые мы делали для него, вернее я делал для Данилы, и потом еще боя тема вроде бы корректировал эту копию. Этот уровень сложнее с Лаутерхауса. Безоговорочно, Silent Circles выглядит простым, но на самом деле он жопа полнейшая. Та еще просто заноза в заднице. И теперь я понимаю, почему у Дольфи дохрена попыток. Это просто какой-то челлендж. И наверное, самая главная ошибка в верифике, которая была, это все-таки нужно было балансить. Нужно было понершить в говно этот первый вейв и бафнуть конец. Вот нужно было, мне кажется, так. Но опять же, мы не знаем, что бы было, если бы мы обернулись в каком-то моменте, как говорится. Вот. Дальше. Вторая новость, которая зависит от первой, потому что Space UK основной фаворит на верификацию Silent Circles. Он как бы у нас во втором пункте новостей. Это просто настолько жесткий и уже легендарный игрок, потому что он сделал легендарное достижение. Верификация топ-1 демона, это всегда легендарно. Вот. И ему посвящен целый пункт. Что же у нас делает Space UK? Я как бы с ним, можно сказать, в хороших отношениях, да. Он мне что-то говорит, он мне дает какие-то инсайды. Он очень быстро мне отвечает. Что же известно? Silent Circles он будет усложнять до топ-1 демона. И битать его будет уже на каникулах. Каникулы вроде как начались, но он еще там разгребает эти сессии. Или как там у них называется в Англии. Ну вы поняли, да. Можно сказать, экзамены. Как они кончатся, он начнет жестко играть. И у него в приоритете все равно не Silent Circles. Не бойтесь. У него в приоритете пройти топ-75 демонов сначала, а потом грохнуть в топ-150. Уже после Silent Circles. Но самое интересное. Даю вам мини-инсайт, но не до конца. После этого Space UK будет верифицировать еще один топ-1 демон. И учитывая скорость его прохождения, что даже с Лаутер Хаус еще не прошли, может быть такая ситуация, что весь топ-3 будет пройден Space UK и больше никем. Я серьезно вам это говорю. Это реально возможно. Это капец полнейший. Даже если он верифнит сейчас второй топ-1 демон, подряд он будет первым в истории, кому это удалось. Поправьте, пожалуйста. Если кто-то до этого такое уже творил. Но вроде как я сегодня вот со своим другом разрушлял. Никто такого не делал. И, блин, просто Space может быть легендой вдвойне и втройне. Серьезно. Сильнейший. Следующее. Спиди Маффин прошел Аркторус. Как и давно следил за этим человеком. Как он там начал ставить первые прогрессы. У него ушло больше 350 тысяч попыток. Но когда у него было 200 тысяч, он уже умер на Ласт Парте. Он умер на Ласт Парте. Это который после дропа получается на 70%. А уровень, можно сказать, кончается на 88%. И получается это все-таки Ласт Парк, как считается. Да, он 40 раз там вздох. 40 гребаных раз. Ужасно, ужасно. Но меня веселит Спиди Маффин. Он снова творит лучшие реакции. Помните реакцию на Кенус, где у него там сестра радовалась? Сейчас реакция это просто гениальная херня. Зайдите реально на видео Спиди Маффина. В общем, там он радуется то, что прошел. И на фоне, короче, у него пришел отец. И начал хлопать в ладоши. Это капец очень смешно выглядело. Офигенно, офигенно. Смешной чел. Вот, вся семья там у него ждет, когда он что-то еще пройдет. Капец, мило. Вот. Интересно, она одобряет то, что так много времени? Он уделяет игре? Или ему там донатят много, и он ради денег сидит? Вот, скажите мне, пожалуйста, кто сидит на его твич стримах. А то это очень странно. Очень странно. Я бы не разрешал играть там по 10 часов в день. Капец какой-то. И четвертый пункт. Виприн Козлина. Да, об этом нужно вам опять же посмотреть видео. Если вы еще не видели, скорее всего, вы видели видео Экспоузинг. Виприн. Также об этом рассказал Вернан на стримах. Виприна нужно давить. Виприн жестко обосрался. Нужно давить. Он сделал фильтр в виде себя. Не пропускает неудобные уровни робтопа. Не имеет права. И вообще там, скорее всего, он врет. И голосование модеров он не учитывает. А учитывается не голосование модераторов, а только его мнение. Так нельзя. Это вообще так не задумывалось. Так не должно быть. Вот и все. Виприн делает то, что не должно быть. Значит, он Козлина. И делает это реально не просто какую-то мелочь творит. А реально серьезную херню. Потому что уровни в ГД это самое главное, что есть. Следующее. Лил Ники флюкнул 100Е2 на Crimson Planet. В прошлом выпуске. Я думал, упоминать или не упоминать. Потом думаю сейчас. Ну давайте сейчас, раз мало новостей, упомянем этот флюк. Получается, он реально флюкнул в связи демона до топа. Скольки там, топ-20 считай, да, Crimson Planet сейчас. Мега ГЦ. Что мне тут рассказывать? Мучился, мучился. Поумирал на концовке, да. Траст, смерть и ГГ прошел. Молодец, чел. В общем, меня больше удивляет то, что он прошел на ноуте. 180 фпс. В маленьком окне. Это вообще ужасно. Типа даже если на ноуте большое окно сделать, все равно. Экран ноута маленький. В общем, еще импут лак там жесткий. Капец. Я на ноуте, когда играл за Golden Wave, я вообще не мог нормально в него играть. А на ПК сразу начал нормально проходить. Вот, как перешел. Как-то вообще. Прямо очень жесткий контраст задержки. Вот. И следующая новость. Новость номер 6. Ocular Miracle. Которых залили. Тремя уровнями. Потому что там вообще ГД сломалось. Сервера сломались. Сейчас говорят то, что можно выложить без этого. То есть можно выложить целиком его в один левел. Это какая-то ерунда. Потому что я просто не понимаю, как это сделают. Мне кажется, что-то пойдет снова не так. И что вообще делать? Демон листу. Убирать получается из-за Legacy листа вот эти все изи экстрим демоны. Да. И что? Убирать очки у игроков. Лишняя работа, короче, создалась. Просто. И получается эти уровни разделенные будут удалены из серверов. И звезды, наверное, назад тоже заберут у игроков. Как-то вот это странно. Я хрень не припомню. Такого и скорее всего ни хрена не получится. Потому что, опять же, как миллионный уровень с миллионом объектов вообще может существовать? Он не может существовать. Робтоп говорит, что так не должно быть. Вот. Это не может быть. Слишком уж большая какая-то там нагрузка. Какие-то проблемы. Не углублялся. Вообще инфы какой-то не было про это. И самый последний. Новость. Самый последний. Самый последний трик в новости на сегодня. Вот. Трик вообще сделал какую-то ульту. После того, как верифнул фаерворк. И он сейчас Тартарус за 6 тысяч попыток прошел. Ну, у него старые еще были. Около 10 тысяч. Ну, тем не менее, блин. И он еще Кенус грохнул. И он сейчас проходит и Зодиак, и Соник Вейв Инфинити. Короче, он просто фаерворк. А просто этот старый топ-10 убьет нахрен. Вы видите, да? Сколько там? 16 тысяч попыток на Тартарусе. Суммарно. 6 тысяч новых. Ну, это вообще просто убил. Убил серьезно. Фаерворк дал ему нереальный скилл. И может быть все-таки, если не Малси, если не Дольф, если не кто-то еще после верифа топ-1 демона, может быть именно Трик, все-таки после такого огромного флюка, огромного достижения, станет топ-1 слэером. Но станет только если в другой какой-то параллельной вселенной, где есть, получается, что-то другое, а не космос. Потому что космос, спейс в нашем комьюнити и в нашем мире есть. От этого никак мы отказаться не можем. На этом все. Всем пока. Это были короткий выпуск итогов недели. Самое интересное, потому что у меня уже спрашивают, типа, когда итоги недели. Офигеть. Всем спасибо. И на заметку, если среди вас есть люди, которые там рассказывают стих в школе, там озвучивают видео еще, не пейте, пожалуйста, газированные напитки перед этим. Они содержат сахар. У меня рот еле шевелится вместе с языком из-за того, что там, не знаю, прям вообще не могу выговаривать. У меня в горле что-то после этого сахара. Хренатень какая-то, мне сложно выговаривать. ВКР, не шучу, Родион Рафиков.